Что же у нас тут? Ну как обычно, блин, лампочка эта перестала работать. Да что ж такое? Лара, ну блин, ну что здесь за фигня? Ага, ну давай. Ух ты, блядь! Привет, привет, мальчики и девочки. Меня зовут Александр. Я приветствую вас на игровом канале Marcus Half Games. Давайте поиграем в классную игру, которая называется Rise of Tomb Raider и получим массу позитива от прохождения. Обещаю много шуток, приколов, галобокружительного экшена. Ну что ж, давайте начнем играть в эту прекрасную игру. Ребят, значит, что я хочу сказать. Игра зачетная. Я сразу говорю, игра зачетная и классная. Она мне очень нравится. Вот из всей серии, вот этой рекорнации Лары Крофт, вот 2013 год, 2015 и вроде бы 2019 год. Вот мне эта часть больше всего нравится. Вот что у нас здесь? Что здесь? Какая история здесь? Здесь история такая, ну довольно-таки относительно жесткая. Вот жесткая в плане того, что отец Лары Крофт искал город один. Один заброшенный город, потерянный город, да. И он так его не смог найти. Почему не смог найти? Ну потому что его просто убили. Вот убили и выкрали все документы, его там чертежи, что да как, там секреты всякие и так далее, и так далее. Но они выкрали не все. Вот. Лара Крофт нашла резервную копию. Резервную копию этих, значит, записей своего отца и решила пойти по следу и найти этот город. Вот. Первое место, первое место, куда надо прийти Ларри Крофт, это надо прийти в долину. Вот. Прийти в долину. Вот. Долина у нас находится в Сибири. Вот. Сейчас мы с вами в игре находимся в Сибири. И это вообще очень классно, особенно для русского человека. Знакомые места. Только, честно говоря, вы знаете, я не уверен в том, что в Сибири есть такие горы. Честное слово. Ну ладно, ребят, давайте начнем играть и посмотрим, что же у нас здесь вообще происходит. А здесь у нас трэш какой-то происходит. Ух ты, ебаный свет! Да что ж такое-то? И офигеть можно. Лара Крофт, я смотрю, наша девчонка, вот, она не может без экшена. Тут вообще, тут такой экшен. Вот. Вы знаете, ребят, что мне нравится еще в этой игре, я вам скажу честно. Я скажу вам честно, эта игра не кровожатная. Вот. Первая часть. Я вчера-вчера пытался записать, ну, скажем так, начало прохождения первой части 2013 года. Боже мой, ребят, ну, там такой трэшак, вот это вот. Ну, мне, честно говоря, не понравилось. Не понравилось. Хотя, вы знаете, когда эта первая часть, скажем так, вышла, только вышла в 2013 году, я в нее играл. Да, я играл, и даже, вы знаете, кое-какие документики в Википедии почитал по поводу тех событий, которые там происходили. Но не связанные, конечно, с Ларой Крофт, а именно вот там остров был Яматай, там вот это царица солнца или королева солнца. Да, ребят, на самом деле оно так и было. Вот. Она была такая, это самое, типа бессмертная. Но там, короче, это все было, как вам сказать, это было придумано, придумано и надумано. А на самом деле такого не было. Вот. Значит, мы спаслись с вами. Вот. Наш друг Иона вообще, блин. Вы знаете, я в эту игру уже не первый раз играю, честное слово. Я уже играю в эту игру третий раз. И вот этот третий раз я решил записать. Но первые два раза, когда я играл, я еще не занимался Ютубом, вот. И не размещал прохождение. А сейчас уже я занимаюсь Ютубом, и я решил записать прохождение этой игры. Вот. И мне очень, очень приятно играть в эту игру. Так что, вот так вот. Такое небольшое интро было. Но пока мы тут ползли туда-сюда, я немножечко вам рассказал и о прошлой части игры, и о нынешней части игры. И высказал свое, естественно, самое крутое и навороченное мнение. Вот. Так что, вот так вот. Ну, я скажу вам так. Мой канал, конечно, не очень популярный, не очень популярный. Но я, как человек, тоже имею свое мнение. Правильно? Все мы имеем свое мнение. Это хорошо, когда люди имеют свое мнение. Вот Лара Крофт имеет свое мнение. И она дойдет до цели. Она найдет этот город. И я больше, чем уверен. Потому что она крутая, она навороченная, она очень-очень харизматичная. Мадам. Так, ребят. Значит, мы с вами прошли пещеру. Приблизились и еще на доли секунд, на доли километров к нашей заветной цели. Так, здесь у нас сугробы. О, блин, е-мое. Офигеть, Лара Крофт вообще так, джук-джук, молодцом. Так, что здесь у нас? Ага. Ну, здесь у нас, ребят, диалог получается. Диалог. И Лара, значит, рассказывает своему другу Ионе о том, что я все-таки чувствую. Я вообще чувствую, что мы уже близко. Мы уже близко к тому месту, где, возможно, есть следы этого потерянного города. А Иона, вот вы знаете, вот этот персонаж вот в игре, блин, вот честно вам скажу, он мне тоже очень нравится. Он такой нормальный, такой брутальный чувак, блин, всегда Ларе помогает. Классно. Если я, ребят, не ошибаюсь, этот персонаж еще перешел с первой части. Ну, это я так называю первая часть, да? Вот, ну, первая часть реокарнации, скажем так, Лары Крофт. Первая часть 2013 года, вот. Давайте с вами сейчас заползем. Вот, так, что там, Иона перепрыгнул. Вообще молодцом, зачетный чувак. Блин, что здесь происходит вообще, непонятно. Вот. Так, ну, мы почти уже залезли наверх. Давайте подпрыгнем. Ух ты, блин, посмотрите, там трэш начинается. Ёпаный свет. Нет, если бы я в такую ситуацию попал, я, конечно, опух от этого бы всего. Ладненько, ребят. Все, перепрыгиваем. Ага, все, зачетно. Так, что здесь у нас? Ага, здесь у нас, значит, вот это вот еще место. Давайте подзапрыгнем сюда. Хорошо, что есть ледорубы. Вот, реально, вот эти ледорубы, это такая вещь очень-такая, очень нужная. И вообще везде очень нужная. Опа-на! Что тут? Блин, ёпаный свет. И что нам делать? Ну, я даже без понятия. Ну, придется по-любасу прыгать. Так, а куда, что? Ну, попробую, конечно, но, может быть, получится. Давайте. Ох ты, блин! Ах ты, ёпта! Офигеть можно! Ну, Лара Крофт. Это вот, представьте, вот, желание человека разгадать эту тайну и эту загадку. Когда у человека есть такое желание, когда у человека есть мечта и цель, это очень хорошо. И вот у Лары Крофт у нашей есть цель. Она хочет завершить то, что начал ее отец. Ну, вы знаете, то, что мы прыгали вот это перед этим, это вообще была лажа полная. Вот сейчас вот, я вам говорю, реально. Сейчас такой прижог будет очень жесткий. Давайте попробуем. Опа-на! Вот так вот. Вообще, короче, за самую макушку, блин, зацепились. Вообще, блин, вот, девчонка, молодец. Так, ну что мы, ребят, залезли, значит, на самый верх вершины. Опа-на! Ребят, смотрите. Это что, это долина, что ли? Ну, блин, ну, как вот вообще такое может быть? Мы же, короче, только начали играть. Или что-то будет еще? А, вот начинается, лажа начинается. Ух ты, блин! Твою маковку, Лара! Еще столько приключений, а ты себе эту самбушку чуть не разбил. Слушай, давай поаккуратнее. Ну, пожалуйста. Нам же всем, всем, всем хочется. Нам всем интересно посмотреть, что же будет дальше. Ну, значит, они тут с Ионой общаются. И Лара говорит, я попробую зацепиться за вон тот ледник, если получится. Но Иона там тоже. Вы понимаете, он тоже не может вечно держать это все безобразие. И давайте мы вот сейчас вот попробуем зацепиться. Давай, Лара! Ах ты, блин, не получилось, блин! Иона там сейчас офигеет от этого всего. Хотя, Лара не очень-то и тяжелая, но все равно. Так, давайте вот сейчас вот. Блин, надеюсь, мы не улетим, блин. Мне очень неприятно будет. Все, отлично! Все, зачетно! Ой, епаный свет! С этой Ларой Крот, вы знаете, я вам честно скажу, можно просто сойти с ума. Ну, не только от формы ее, а от ее приключений. Вот, потому что она такие головокружительные трюки делает. Блин! И у нас еще эта самая снежная лавина пошла. Да что ж такое-то, блин! Ну, вы знаете, если бы не было снежной лавины, то это было бы неинтересно на самом деле. Так, давайте. Ух ты, блин! О, ах ты, блин! Зацепились! Твою маковку! Давай, Лара, давай, родная! Молодцом! Вообще, молодцом, девчонка! Давай, давай, у тебя получится! Там будет куча сокровищ и куча секретиков, которые ты разгадаешь. Я думаю, я надеюсь, это тебя замотивирует. Конечно, это... О, ты, епаный свет! Мы улетели! Да что ж такое-то? Ну, ничего страшного. Вы же понимаете, у Лары Крофт, как у кошки, 9 жизней. У нее вторая попытка. Блин, а знаете, почему так получается? Потому что вот это снег, это все, вот это оно Лару Крофт, короче, сталкивает. Да, Лара, давай, давай. Да бог на эту бурю, давай, вот сюда. Отлично, все, молодцом! Вообще, молодцом! Сейчас все получится. Ох ты, епаный свет! Вы знаете, честно говоря, ребят, ты просто вообще, я сейчас офигею от этого всего. Все, отлично. Ох ты, блин, Лара, Лар. Е-е-е-моё! А, давай, цыплят! Фу, блин! Ребята, адреналин вообще прет из всех щелей. Так, короче, давайте, побежали дальше и давайте посмотрим, что же там будет дальше. А дальше там только интересней будет! Вообще замечательно! Отлично, Лара, ну что ж ты! Давай, 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 Лара, давай! А-а-а! Давай, цепляйся! Фу, блин! Е-е-баный свет! Да что ты, блин! Е-мое! Мы с вами вот это ползли, вот это бегали. И, короче, все-таки нас сдуло. Но, вы знаете, честно говоря, я надеюсь, что Лара живая осталась. Ребят, а сейчас мы с вами оказались в Сирии. Ну, то есть, то, что было в Сибири, это как бы будущее. А то, что сейчас вот происходит, это Лара ищет, значит, наводки, наводки, где же находится, где же находится вообще эта долина и этот город. Вообще, Лара ищет гробницу пророка. Говорили, что как бы в том городе жил пророк. И этот пророк привел своих последователей и построил город. Но, вы знаете, фишка была в том, что за этим пророком охотилась такая организация. Вот, этой организации сто лет. Вот, эта организация именуется как Тринити. Тринити с английского переводится как Троица. Вот, что я вам хочу сказать. Вот эта организация, Троица которая, она, значит, и убила. Отца Лары Крофт. И тут, значит, я так понимаю, этот вертолет, он тоже относится к этой организации. И вставляет палки в колеса Ларе Крофт нашей, нашей дорогой и любимой. Ну, слава богу, наша Лара Крофт жива. Вот, и мы почти доехали до гробницы пророка. Где будет книжка какая-то там или указатель о том, что пророк, пророк оказался... Ё-моё, да блин, да что же это такое-то? А, опять вот нам не везет же вот с этой фигней совсем. Что пророк не остановился в Сирии, вот, что он пошел дальше. И дальше он очень много городов на своем пути создал, организовал и так далее, и так далее. И конечный город был, где жил пророк, это Китишград. И вот мы, значит, ищем наводки, как же добраться до этого города, Китишград. И мы сейчас с вами находимся в Сирии. Ну, в общем, экшен у нас довольно-таки очень жесткий получается, поскольку это вообще полный пипец. Вот это вот вертолет, вот это все, пятое, десятое. И сейчас мы с вами находимся в Сирии. А что там вообще в этом городе происходит? Там происходят какие-то взрывы, ну, непонятно. Там, по ходу дела, идет какая-то войнушка. А с левой стороны, обратите внимание, очень красивый вид, вот с левой стороны. Ну, если вы посмотрели на попу Лары Крофт, то я не про попу. Я про солнце вам говорю. Вон, посмотрите, как очень красиво светит солнце. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что же у нас дальше. Так, по ходу дела гробница пророка находится где-то там наверху. Ну, ничего, ничего страшного. Лара, как обычно, блин, себе и глаз разбила, и губу, и щеку рассарапала. Ну, давайте посмотрим на Лару Крофт. Да, блин, ну ты чё, ё-моё. Ну, так же ж тоже нельзя, надо же беречь себя. Хорошо, ладно, погнали. Всё, давайте сюда запрыгнем. Угу, потихонечку. Вы знаете, вот эти штанишки у Лары Крофт и этот, скажем так, маечка, футболочка, мне кое-кого напоминает с похожей вселенной. Но только эта вселенная наху... Давай, вообще давай, молодцом. Вообще отлично. Эта вселенная находится на приставке игровой. Вот, и вот эта вот всё одежда очень мне напоминает, как вы думаете, кого? Если вы поняли, про кого я говорю, тогда напишите в комментариях. Вот, а если не поняли, тогда всё равно напишите в комментариях и спросите у меня, кто же это такой. Так, смотрим, что же это такое. Это крест. Икона, очень искусная, с инкрустацией, похожая византийская. Может быть, 10 век, соответствует легенде о пророке. Ммм, да, интересная такая икона. Посмотрите, пророк был христианин, я так понимаю. Ну, ладно. Слушайте, вообще классно. Мне, честно говоря, вот в этой игре очень нравятся вот эти вот безделушки разглядывать, которые попадаются Ларри Крофт по пути. Вот, по пути её приключений, по пути её следования к этому заветному городу Китежград. Ну, классно, классно. Смотрите, модель. И она на солнце. Смотрите, как играет. Вообще зачётно. Так, ладно, ребят, посмотрели. Давайте продолжим дальше. Угу. Так, у нас, значит, дальше с вами есть путь другой. Ох, смотрите, какая красота. И там что, стреляют до сих пор или нет? Не, по ходу дела не стреляют. Ну, ладно. Слава богу, войнушка закончилась. Война, это, я вам скажу, ребят, очень, очень, очень. Очень, и ещё раз, очень плохо. Так, это что у нас тут? Какой-то кисель, ручей. Угу. Так, здесь, значит, непонятно что. Здесь какой-то вход. Давайте перелезем и посмотрим. Так. Ну, здесь я, по ходу дела, какой-то склеп может быть. А может быть и нет. Может быть какое-то святилище. Тут я смотрю, кругом горшки. Угу. Не, ребят, это не склеп. В склепе не так. Склеп был в первой части. Первая часть 2013 года, это просто не игра, а один большой склеп. Вот честно вам скажу. Хе-хе-хе. Так, а что здесь интересного? Вот, здесь какие-то кувшины. О, смотрите. Мы всё-таки что-то нашли с вами интересное. Это какая-то, ну, я не знаю, колонна. И на колонне что-то написано. Но, по всей видимости, я так думаю, Лара Крофт говорит, что что-то написано по-гречески. Вот, и она, смотрите, так восхищается этим всем. Ну, естественно, я бы тоже восхищался, если бы увидел такую древность. Вот, честно вам говорю, я вообще люблю приключения и люблю древность. Вот, что здесь такое? Угу. Да, ребят, послушайте. Карта обновлена. Найден монолит. Потерянная гробница. Исследуйте палату фресок. Угу. Ну, хорошо, ребят, давайте посмотрим, что же у нас тут. Да, смотрите, здесь очень много фресок. И давайте посмотрим, что же на этих фресках. Так, нажмите Q. Примените инстинкт выживания. Хорошо, давайте. Так, нажмём Q или Y. Русская. Хорошо. Всё, смотрите, ребят. Всё, что, с чем мы можем взаимодействовать, это подсвечивается. Ну, на самом деле, это зачётно. Так, давайте посмотрим, что перевести. Нажмите E. Нажимаем. Угу. Что здесь? По ходу дела здесь нарисован пророк. Пророк, который исцеляет человека. Угу. Так, фрески. Чтобы вы лучше знание языка, читайте фрески. Слушайте, здесь и язык, оказывается, изучать можно. Это вообще зачёт. Ребят, всё прикольно, всё отлично. Но! Так как у нас звук отключен, хотя звук и на русском языке. Просто, вы знаете, я всегда отключаю звук. Нет. Музыку я однозначно всегда отключаю. И звук делаю потише. Для чего? Чтобы я мог нормально комментировать. Чтобы меня вы слышали нормально. И чтобы слушали, что я тут бормочу. Вот этот бред несу. Ну, мне кажется, такой формат, он довольно-таки удобный. Ну, честно вам скажу. И чтобы понимать, что вообще происходит и что Лара Крофт читает. Давайте, наверное, включим с вами субтитры. Так, давайте нажмём Escape. Так, настройки. И давайте посмотрим, где же у нас субтитры. Так, здесь я не вижу стереоскопическое 3D. Хм, это интересно. Надо будет почитать, что это такое стереоскопическое 3D. Игровой процесс. Может быть здесь? Статистика, маячки. Хорошо. Графика. Ну, давайте посмотрим. Может быть здесь? Слушайте, это у нас уже третья попытка. И у нас пока ничего не получается. Язык. Ага. И звук. Хорошо. Субтитры. Отлично. Так, давайте посмотрим. Включение с светом. Ну, хорошо. Пускай будет включение с светом. Это, наверное, поприкольнее будет, чем просто как-то что-то где-то. Вот, смотрим. Давайте подойдём сюда и посмотрим, что же это такое. Так, чтобы перевести, нажмите E. Ну, хорошо. Нажимаем E. Таковы чудеса пророка из Константинополя. Бесчестно убитого. Троица. Ну, троица это, блин, ну, злостная очень организация. Я, честно говоря, не могу понять, почему троица охотилась именно за пророком. Или здесь просто рассказывается одна из маленьких историй, историй этой вот самой организации. Троица. Слушайте, послушайте, если пророк жил так долго, ну, не так долго, а так давно, это, может быть, две тысячи лет назад жил пророк. И что, две тысячи лет назад существовала эта организация? Офигеть, можно. Это ж сколько лет-то этой организации? Ну, ладно, хорошо, ладно. Сейчас у нас на носу 2015 год, согласно игре. И это сколько? Больше двух тысяч лет существует эта организация? Боже мой, это офигеть можно. Ну, это, наверное, не организация. Это, наверное, какая-то... Какие-то фанатики, культисты, организация. Ну, наверное, что-то такое. Хорошо, давайте посмотрим, что же здесь. Давайте нажмем. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Ага, он убедил их сложить оружие. То есть, ну, вообще, ну, пророк у нас просто отличный дипломат. Ну, молодцом, молодцом. Так, давайте посмотрим, что же у нас здесь еще. Угу. Так, а что здесь на фреске? Он провел своих учеников через пустыню к оазису. Вау, нифига себе. Ну, видно, у пророка было очень много разных последователей. Ну, хорошо, ладно. Ладно, давайте подойдем теперь. Так, погибла, наверное. А, ладно, пошли. Константин вели пробиться в гробницу до заката. Они ищут гробницу. Вот мерзавцы. Надо найти ее раньше их. Ага, все, я понял. Это Лара Крофт услышала, что кто-то там говорит. Ну, а как вы думаете, кто преследует Лару Крофт? Кто сначала преследовал ее отца? И кого? И кто сейчас преследует Лару Крофт? Если вы знаете, кто это делает, то, пожалуйста, ну, будьте так любезны, напишите это в комментариях. Мне и нам всем хотелось бы узнать это. Хорошо, ребят, давайте все-таки подойдем к Монолиту и посмотрим, что же там написано. Так, я подзабыла греческий, но он указан на что-то спрятанное неподалеку. Так, для вызова карты нажмите ТАП. На карте появятся денежные клады. О, денежные склады. Хорошо, давайте нажмем ТАП. Угу, так, продолжить. Что тут у нас? Смотрим, где-то находится этот денежный склад. А где он находится? Я, честно говоря, не знаю. Ага, вот, значит, по ходу дела где-то... О, смотрите, вот здесь вот. Нажимаем Е. Угу, смотрим, что там у нас. Вот, мы с вами что-то добыли. Ага, древние монеты. Древние монеты можно обменять на улучшение и снаряжение. Ну, хорошо, ладно, ребят. Снаряжение, улучшение, это наша тема. Все, ребят, значит, мы с вами исследовали гробницу. Кое-что узнали о пророке. То, что пророк действительно был великий человек. Он останавливал войны, он излечивал больных. И он всячески помогал своим ученикам и последователям. Вот, и он, согласно вот этой фреске, привел, значит, своих учеников и последователей в пустыне, в оазис. Ну, хорошо, давайте дальше. Ну, посмотрим, что же у нас будет дальше. Так, ребят, здесь у нас стена. Нам надо... Ага, вот, смотрите, эта стена не очень. Ну, по ходу дела мы сейчас с вами будем нашим ледорубом пробивать проход. Вот, ага, и Лара Круфт говорит, что там, там, ребят, там потайной проход. Хорошо, Лара, давай, давай, девчонка, мы все с тобой. Я и кто нас смотрит, вот. А, надеюсь, нас смотрит побольше людей. Все, давайте. А если кто-то не смотрит, присоединяйтесь, смотрите тоже. Вау, ребята, нифига себе. Это что, оазис? Потрясающе. Вот бы папа это видел. Офигеть можно, ребят. Это по ходу дела пророк, пророк привел сюда своих последователей и выстроил это прекрасное место. Слушайте, я в шоке просто, честно вам скажу. Смотрите, мы там, когда вот эта вот авария с нами случилась, там была сплошная пустыня. Там ни воды не было, ничего. А тут, смотрите, здесь просто река течет. Вот, офигеть. Вообще, честно говоря, ребят, зачетно. Маяк цели. Когда задействован инстинкт выживания, цели, задания выделяются. Ну, хорошо. А, я так понимаю, нажимаем Q. Q. И у нас задействуется инстинкт выживания. Ага, смотрим. Так, значит, нам надо в ту сторону. Ну, хорошо. Ребят, 2015 год. 2015 год, это когда вышла вот эта вот игра. Вот. Что я могу сказать? Ранее, годом ранее, в 2014-м, компания Crystal Dynamics, которая разрабатывала эту игру и ей DOS, которая публиковала, ну как, эту... Ох ты, вы видели? Тринити уже здесь. Офигеть, надо поспешить. И компания, которая распространяла и публиковала эту игру везде, они выпустили ролик. Вот. Я немножечко можно вам расскажу, если вы не против. Они, короче, выпустили ролик небольшой, минутный. Вот именно вот этого места, вот этого оазиса и как Лара Крофт здесь бегает и прыгает. Слушайте, ну естественно, этот ролик был очень такого жирного разрешения, очень качественный. Я когда увидел этот ролик, я просто, я вам честно говорю, я просто в 2014-м году я просто охренел. Вот реально от графики охренел. И я, короче, смотрел, как завороженный. Это вообще, графика настолько была потрясающая. Ну это сколько? Это получается 7 лет назад. Это просто, просто бомба была, ребята. Это просто была бомбическая бомба. Вот, так что вот так. Я рассказал вам про свои эмоции, когда я увидел первый раз эту игру. И вы знаете, я вам честно скажу, мне игра сразу зашла. Игра вообще, я просто жаждал в нее поиграть. Так что вот так вот. Но, вы знаете, я честно вам скажу, играю не на самых высоких настройках. Играю на средних настройках. Вот, но если поставить эту игру... Ох ты, блин, что за жесть. Но если поставить эту игру на максимальных настройках, эта игра будет смотреться круто до сих пор. Вот даже смотрите, на низких настройках она нормально. Ну, низкие, средние. Она нормально смотрится. Но если поставить игру на максималку, вы просто от этого всего офигеете. Так что вот так вот, ребята, молодцы. Ребята, вот эти, которые Crystal Dynamic, они вообще молодцы. Хорошую игру сделали. Очень зачетную. Игра 2019 года, Shadow of Tomb Raider, мне не понравилась. Знаете, почему мне не понравилась? Я вам скажу честно. Она мрачная. Так, Ордин Троицы. Так, преследовал, значит, я так понимаю, пророка и его учеников. Ну, это нам диктор говорит. Ну, диктор это типа отец. Вот. Что я хочу вам сказать? Да. Все. Давайте дальше. А то, блин, мы разглагольствуем. Вообще непонятно. То-то, то-се, то-пятое-десятое. Давайте продолжим наше приключение. И давайте все-таки переместимся в эту гробницу. Вау, нифига. Смотрите, неонка как светит. Вообще, Лара Крот, вообще, все лицо себе исцарапало. Ё-моё. Ну, девчонка, ну ты чё, блин, а? Ой, ну вообще. Я вообще в шоке от этого всего. Так, давайте потихонечку, ребят, пройдемся. Угу. И посмотрим, что же у нас тут. Ну, как обычно, блин. Лампочка эта перестала работать. Да что ж такое, Лара? Ну, блин. Ну, что здесь за фигня? Ага, ну давай. Ух ты, блядь. Ёпаный свет. Я чуть не посрал в штаны от этого всего. Офигеть можно. Вы знаете, уже третий раз играю, и вот эти вот моменты, когда вот эта вот всякая херня вылазит, но не очень приятные. Вот. Здесь, смотрите, скорпионы кругом. Ух ты, блядь. Слушайте, настолько игра классно сделана вообще. Я офигею. Игра 2015 года. Алло, разработчики, учитесь делать игры. Учитесь делать классные игры. Так, ну что тут? Угу. Так, ну по ходу дела придется вот это, долбить эту всю фигню ногой. Так, ладненько. Давай, Ларочка, давай. Давай, солнце, давай. Вообще молодцом. Ух ты, молодец. Ну и куда мы приперлись с вами? Походу здесь вообще кругом одни скелеты. Так, тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Пилигримов. Ага. Орден Троицы. Ну, стопудово. Короче, вот эти вооруженные солдаты. Это по любасу. По любасу был Орден Троицы. Ну, посмотрите. Давайте посмотрим, как они выглядели. Орден Троицы выглядел в стародавние времена. Угу. Орден Троицы выглядел, ну, как все рыцари, скажем так, в стародавние времена. Здесь что? О, боже мой, офигеть. Доспехи там все. Короче, всех перекололи, всех перерубили. Ну, ладно. Ага. Ну, хорошо. Ладно. Так, ребят, у нас здесь фреска. Вот, у нас здесь фреска. А вот здесь вот еще что-то интересное. Давайте с вами посмотрим, что же там интересное. Так. Сын мой, Орден Троицы, получил весть о том, что последователь пророка воздвигает великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Береи. И что, печалит больше всего? Мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Ммм, так, подождите. То есть, получается, они, значит, вот эту гробницу, Орден Троицы, ой, какой Орден Троицы, последователи, строили своему пророку. То есть, получается, пророка убили. Правильно? Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственного от Всевышнего. А, то есть, короче, я так понял. Орден Троицы, это, короче, какие-то сектанты. Так, понимаю. Прикрываются, значит, словом Божьим, а на самом деле просто сектанты. Ты клялся, что он мертв. Неужели ты подвел нас? Ну, по ходу дела, чувак, который убил пророка, убил пророка, он не убил его, что ли? Или пророк действительно, ну, святой человек, и он воскрес? Ну, странно, интересно. Ну, хорошо, ладно. Давайте посмотрим. Дальше, что же у нас здесь? Так, смотрим. Пророк убит орденом Троицы. Ага. И вот смотрите, и это все на фреске изобразили. Ну, хорошо. Орден Троицы, значит, убил пророка, а пророк не умер. Я так понимаю? Ну, так получается. И пророк, я не знаю, он воскрес, что ли? Хм, интересная история, конечно. Ну, ладно, ребят, давайте пойдемте дальше и посмотрим, что же здесь у нас. Ну, я так, я... Ух ты, блин. Офигеть можно. Это что вообще здесь было? Ё-моё, чёрт. Нас чуть не мочкануло. Так, Лар, давай, значит, переползем через это все безобразие. Так, пистолетик. У нас есть пистолетик? Да, пистолетик есть. Это хорошо. Пистолет это хорошо. Так, давайте, и, может быть, здесь тоже приколы еще будут, связанные с этими ловушками. Так, они пробиваются внутрь, но, блин. Слушайте, тут, короче, весь храм этот, ну, старый заброшенный, он трясется весь. Офигеть можно. По ходу дела, Орден Троицы, он вообще решил взорвать всю гору. Офигеть. Так, ребят, давайте вот эту водичку мы сейчас с вами выпустим. Давайте, вот так вот, зачетно вообще, зачетно. Ларочка, давай, родная. Все, молодцом. Так, только бы сработало, только бы сработало. Ну, блин, по ходу дела сработало вообще, молодцом. Так, Лара, давай заберемся теперь сюда и посмотрим, что же у нас дальше. Слушайте, ребят, ну, а здесь, я смотрю, побоища нету. Там, видно, в начале была жесткая очень битва, а здесь уже как бы побоища нету. Ну, хорошо, что здесь так? Ну, тут придется, по ходу дела, кубарем вот это ползти, брести и так далее. Да, на жопе, конечно, не очень это все безобразие. Так, опа-на, ребята, что происходит? Я что-то нихера не понял. Бля, хомуха. О, блин, это ловушка, что ли? Да твою маковку. Ларочка, давай, родная, давай, 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 давай. Давай, молодцом. Все, короче, ребят, сваливаем отсюда. Блин, да шо ж такое-то? Давай, Лара, давай. Ну, давай, родная, давай. Отлично, я думаю, у нас получится. Ну, давай. Ларочка, вообще красава. Ну, просто красава, вообще. Лар, ты молодец. Все, ребят, давайте, значит, пройдемся туда дальше и посмотрим. Ну, немножко говна хлебнули, конечно. Давайте посмотрим. Ё-моё, ну ты хоть обтерись чем-нибудь. Ну, шо ж такая некрасивая. На тебя ж люди смотрят. Так, да, походу здесь какие-то фекалии. И мы этих фекалий наглотались. Ну, ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что же здесь у нас. А, о, ребята. Офигеть можно. Это, походу, гробница. Вот это реальная гробница пророка. Ну, короче, ребят, я просто вообще офигеваю от этого всего. Зачетно. Очень-очень зачетно. В общем, ребят, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свои жирные комментарии. А мы продолжим с вами приключения Лары Крофт. The Rise of Tomb Raider в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова